Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. Читатели моего блога спрашивали о том, как обрезать крыжовник. Сегодня и поговорим об обрезке крыжовника. Скажу сразу, что я в своем саду крыжовник обрезаю не по правилам. Потому что если действовать по-научному, такой подход требует большого количества времени и большой работы, которого времени у меня нет. Поэтому в плане обрезки крыжовника действует такое правило. Помните, когда мы учились в институте, а потом пришли устраиваться на работу, нам что сказали? А теперь забудьте все, чему вас учили в институте. Вот здесь примерно так же. По науке нужно вырезать все четырехлетние ветки крыжовника. Уже вопрос, как их определить? То есть кто-то предлагает на них вешать ленточки разного цвета, чтобы определять двух, трех и четырехлетние ветки. Более того, крыжовник омолаживать нужно. То есть он растет кустом, и со временем, каждый год нужно пригибать ветки, чтобы они давали корни. И затем, когда крыжовник идет вперед или в какую-то сторону, отходит вот эта масса веток от куста, старые ветки мы вырезаем. И тогда мы получаем полноценный урожай крыжовника, который должен быть. Я этого тоже не делаю и думаю, что вряд ли кто-то из садоводов на это способен. Скажу честно, свой крыжовник я обрезаю примерно раз, два, три года. Никакие отводки не делаю и не омолаживаю таким способом куст. Тем не менее, урожай радует, делаю из него вино, варенье и вкусное желе. Поэтому расскажу о том, как я обрезаю крыжовник. Вот проще всего увидеть здесь, на таком невысоком сорте крыжовника, вот здесь вот эти серые светлые веточки мы видим. Это молодые побеги, вот они. Темные, темные стволы, это побеги старые. Сколько им лет, не знаю, не скажу, история умолчивает. Если нужно кардинально омолодить крыжовник, ну, примерно, в принципе, так же, как и со смородиной с черной. Вот, смотрите, вот эта ветка, вот, и от нее, сейчас я подвину, вот идет, вот от нее идет вот этот вот молодой побег. То есть мы его оставляем по идее. Вот, если мне нужно, опять же, омолодить крыжовник, я обрежу вот так. Вот. Вот это у меня, ой, вот так вот, старая ветка, вот она. Но, опять же, эта ветка может плодоносить еще несколько лет вполне успешно и так далее. Поэтому, если она у вас плодоносит и урожай вас устраивает, обрезать не нужно. Я просто показала, как омолаживается крыжовник. Дальше, что я делаю? Я не буду вырезать вот эти все старые ветки. Я вырежу вот эту, потому что вот здесь она наклонена и идет в центр куста. Вот, видите, от нее вот идет сюда побег, вот такое вот ответвление ветка. Я ее оставлю, я просто вот так вот вырежу. Таким образом, я очищу центр куста. Он будет больше проветриваться и, соответственно, лучше опыляться. Вот таким образом. Дальше, вот у меня туда наклонилась ветка к забору. Я оставлю вот этот самый первый прямую, прямое от нее ответвление и полностью ее обрежу. Вот, просто чтобы придать кусту вот так вот она была наклонена. И, ну, не здорово это там где-то по земле собирать ягоды. Это неудобно, поэтому я ее просто вырезала. Вот, остался вот такой. И вот, вот эту еще обрежу ветку. Она тоже такая некрасивая. Вот она некрасивая, изогнутая. А вот она даже, видите, вот дала корни. То есть, соответственно, можно, в принципе, было продолжить, если бы она у меня было много свободного места и росла в ту сторону, можно было это прикопать и дальше вести от нее новый здоровый молодой куст и со временем вот это вот все вырезать. Ну, поскольку мне это не нужно, опять же, я ее просто обрезала. Ну, вот такой вот остается кустик. Вот эту вот, лежащую на земле ветку, вот она. У меня я ее тоже обрежу прямо от корня. Вот. То есть, просто придаем кусту компактный вид. Ничего здесь сверхсложного нету. Вот она более, так сказать, более сложная работа. Это на большом крыжовнике. Сейчас мы туда и пройдем. Посмотрим, что здесь делать. Вот пока мы идем, я скажу о том, как я удобряю подкармливый крыжовник. С осени, если есть время, вот можно видеть сейчас. Я замульчировала его конским навозом. Вот он. Затем, если есть, я добавлю золы. И самый лучший вариант, это сверху, у меня позволяют здесь борта вот этой грядки. Вот еще, видите, можно сюда дополнить. Сверху засыпать обычной землей, если она есть. Тогда мы убиваем двух зайцев. И подкормка получается, то есть навоз у нас получается под землей. Он не сохнет, он будет перепревать, пригнивать, как нам надо. И слой земли в 10-15 сантиметров не даст всем вредителям, которые там уже уютно устроились на зимнюю спячку, вылезти весной и вредить нашему крыжовнику. Та самая вот опасная огневка, она будет похоронена под этим слоем земли, если такая возможность есть. Так, мы вот пришли к большому уже кусту, который вот такой имеет, мне здесь уже вот такой понадобится секатор большой, вот такой вот здесь вот даже больше, будет лучше видно, вот такую форму, потому что я его не каждый год подстригаю и, ну нет, у меня на это времени. Здесь, опять же, никакое правило не действует о трех- или четырехлетних ветках, я просто обрезаю те ветки, которые склонились к земле. Вот у меня такая ветка, вот она, вот здесь находится, от нее вот идет, мы видим, вот он, молодой побег идет, вот он. Но он очень неудобно находится, он даже не на центральной ветке находится, а на ответвлении. Я не буду его оставлять, я просто посмотрю, что вот у меня от этой ветки идет вот, ну, прямая, прямая, можно так выразиться, прямая вот эта ветка, которую можно подвязать, и я просто удалю, вот, смотрите, я просто удаляю вот всю вот эту ветку, которая склонилась к земле. Вот так вот. Кстати, крыжовник очень колючий, нужно, конечно, быть очень осторожным при обрезке. Дальше, дальше. Ну, так же вот я просто вырежу, вырежу все вот эти вот, это я оставлю, вот она пойдет здесь, обрежу перед этой веточкой, и пойдет мощная здесь весной ветка, которая будет плодоносить. Хотя, если вам, в принципе, не мешает, и нужно собрать большой урожай крыжовника, можно и не обрезать вот эти ветки, они дадут урожай на будущий год. Ну, я просто хочу, чтобы было здесь аккуратно, и можно было пройти с той стороны между крыжовником и забором. Вот так. Вот эта ветка тоже, она создает такой здесь хаос, и она, в общем-то, не нужна. Я ее вот так вот обрежу. Вот так. Ну, и так далее. Вот здесь тоже, здесь тоже ветка, в принципе, не пойми какая. Я ее хотя и оставила сначала, но я ее сейчас вот здесь, вот смотрите, я вот это вот оставлю, вот она идет. Вот эта ветка вот отсюда идет, я сейчас вот здесь обрежу. Вот так. И чтобы ничего здесь не имело формы дуги, скажем так, оставшейся ветки, чтобы у крыжовника росли прямо. Вот они, вот эти побеги молодые, вот они пойдут расти. Все вот эти вот, соответственно, я уберу. И вот перед ним, вот перед этим побегом я также обрежу. Вот. И удалю, также буду здесь, вот тоже, молодой побег, это прошлого года. Вот здесь вот ветка, вот смотрите, как она пошла, да, такой вот, как я называю, это шмяк просто, другого слова нету, такой хаос. И я обрежу, вот так вот перед этой веткой, которая растет прямо, я обрежу ту ветку, которая наклонилась. В общем, вот смотрите, вот такие вот ветки при обрезке, вот, вот она. То есть, не пойми, какие извилистые, такие разлапистые, вот, здесь загнуты. Я все удаляю, хотя она вот плодоносить будет, эти все цветочные почки на ней заложены. А некоторые садоводы, например, вообще как делают? Они замечают, что ветка какая-то плодоносит 2-3 года. Они ее вырезают. То есть, обильно плодоносящие ветки все вырезают, чтобы на будущий год провести обновление. Но урожай может снизиться, если вы вот сразу вот так вот уберете все старые ветки. Но опять же, если вот у кого-то старый сад, например, приобретен, или стоит цель омолодить кардинальный крыжовник, то просто вырезаем все старые ветки, оставляем все молодые, прямо стоящие. И вот идет старая ветка, мы обрезаем до той ветки, которая идет прямо, чтобы это был молодой побег. Вот опять же, вот они серого цвета, вот они, вот это вот молодые побеги. Вот эта ветка, вот видно, я ее тоже удалю. Вот эта старая. Опять же, вот, не знаю, насколько видно, но сейчас я постараюсь, чтобы вам было видно. Вот идет ветка, вот старая. Вот от нее идет вверх молодой побег. Вот так вот, вот так вот, я сейчас обрежу. То есть обрезаем перед молодыми побегами, которые идут прямо, и вырезаем все ветки, которые мешают нам ходить, лежат на земле и затеняют, растут внутрь куста, ложатся на другие кусты. Таким образом, у меня здесь уберется большая часть куста, потому что я хочу привести в этом году его в порядок. И пусть урожая будет меньше, но зато крыжовник примет опрятный вид и произойдет его омоложение. С вами был канал Сад для души. Подписывайтесь и Светлана Самойлова. Удачи!